В России отмечают День Флага. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Белый, синий, красный триколор сегодня поднимают на фасадах госучреждений от Камчатки до Калининграда. На улицах раздают ленточки с символикой. Где-то этому событию посвятили грандиозный концерт, а где-то огромным полотнищем накрыли целую площадь. Подробности у Галины Филоненко. Белый цвет обозначает мир и чистоту, совести. Синий цвет обозначает небо и верность. То есть, красный цвет обозначает огонь и отвагу. И о значении трехполос и об истории третий классник Виталий Гарипов может многое рассказать о флаге России. Для него это уже не просто увлечение, а тема серьезного проекта. Накануне праздника Дня Флага со своей идеей обратился в Челябинскую думу. Я придумал свой законопроект, чтобы не в них был единым официальным документом. И чтобы не в них был с флагами России. А на обратной стороне его истории и обозначение цветов. Бело-синий-красный триколор был утвержден еще Петром Первым. Но его возрождение как символа государства состоялось в 1991-м. Во время путча он стал символом борьбы за свободу и демократию. Именно 22 августа над Белым домом в Москве был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший красное полотнище с серпом и молотом. И сегодня этот праздник отмечают по всей стране. В Петропавловске-Камчатском триколор взымыл в небо. Дети запустили сотни бело-синий-красных воздушных шаров. По улицам Новосибирска проехали ретромобили, украшенные российской символикой. Чтобы рассказать о флаге и его богатом прошлом, жители Иркутска отправились в путешествие по области. А что с ленточкой будешь делать? Я ее вяжу вот сюда. Их завязывают на запястье, закрепляют на одежде и сумках. Берут сразу несколько для всей семьи. Волонтеры молодой гвардии в центре Москвы раздают российский символ в миниатюре. Прохожие реагируют с воодушевлением, даже иностранцы. Мы знаем, что сегодня в России отмечают День флага. И мы очень счастливы носить эти цвета. Белый, синий, красный. Российский флаг можно купить во многих магазинах и вывезти его, например, на своем балконе. Улицы издания Москвы в этом году впервые в таком количестве украсили триколором. То же самое предлагают делать и горожанам. И тогда, возможно, западная традиция вывешивать флаги на своих домах во время национальных праздников вскоре приживется и у нас. Праздничные ленточки раздавали и в Махачкале, а в Рязани буквально накрыли главную площадь города 20-метровым трехцветным полотнищем. Во многих городах поднять российский триколор доверили спортсменам. Ведь это благодаря их победам в минуту триумфа наш флаг взмывает над педесталом почета. Мансур Исаев, олимпийский чемпион подзюдо, вспоминает, как в тот момент еле сдерживал слезы. Это одни из самых больших запоминающихся эмоций. Это гордость, гордость за нашу страну, за нашу державу. Такой молодой, но важный праздник с каждым годом отмечают все с большим размахом. Во многих городах он закончится только поздно вечером. Как, например, в Москве грандиозным концертом на театральной площади. Галина Филоненко, Ксения Гомонова, Юлия Ольховская, Гусейн Гусейнов, Анна Заякина. Первый канал.